Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Надо скорректировать проект планировки и межевания территории. Сейчас ищут подрядчика на выполнение этих работ. Заявки принимают до 30 августа. Конкурс проведут 7 сентября. Заплатить за работы готовы 41 миллион 700 тысяч рублей. Напомню, что альтернативный источник водоснабжения Кирова строят с 2013 года. Готово 85% объекта. Довести работы до конца не удалось из-за найденных ошибок в документации. Изначально общая стоимость водовода оценивалась в 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Но из-за возросших цен на материалы она может увеличиться более чем на треть. Программа Экономика. Кировская налоговая требует признать банкротом футбольный клуб «Динамо». Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда Кировской области. Судя по документам, размещенным там, клуб «Динамо» задолжал 1 миллион 75 тысяч рублей. Эту сумму налоговая просит включить в реестр требований кредиторов, а сам клуб обанкротить. Других исковых производств в отношении «Динамо» сейчас нет. Напомню, на профессиональном уровне кировские футболисты перестали выступать в 2017 году из-за финансовых проблем. А сейчас информация от наших партнеров. Число открытых ИП в Кировской области в 2020 году в полтора раза превысило число закрытых. Однако, если вы хотите легализовать деятельность или перестать работать по найму, ИП – удобный вариант. Что делать после того, как вы открыли ИП, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Первое, что вам нужно сделать, это определиться с системой налогообложения на ваш выбор. Упрощенная система, единый сельскохозяйственный налог, патент или общая система. Второе, что вам нужно сделать, определиться, нужна ли вам онлайн-касса. Если работаете с физическими лицами, либо с наличными денежными средствами, возможно, что она вам потребуется. Решить, открывать ли вам расчетный счет. Такой обязанности нет. Но если вам надо платить поставщикам, либо вы работаете с эквайрингом, то счет вам точно понадобится. Узнать, что такое страховые взносы ИП обязательно. Это обязательные платежи любого открытого ИП, вне зависимости от вида бизнеса и ведете ли вы его фактически или нет. И пятое, это понять, нужны ли вам наемные сотрудники. Прием сотрудников – это очень затратное мероприятие. Без помощи бухгалтера здесь, к сожалению, вам не обойтись. На этапе открытия многое можно делать своими силами, но с развитием бизнеса сотрудники могут понадобиться. Оформление их – затратное мероприятие. Без помощи бухгалтера не обойтись. Помощник с вашими финансами и документами на аутсорсе – компания «Бухгалтер и я». Телефон 213-112. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 51 копейка, евро 86,44. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.